Всем кусь, ребят, с вами Леоми и добро пожаловать обратно в Братата. В прошлой серии у нас был солдат и мазохист. Первый персонаж мне показался весьма таким проблематичным, второй же разносил игру, конечно, в щепки просто. Сегодня у нас будет рыцарь и демон, последняя пара персонажей. Также сегодня я бы хотел, ребят, может, вкратце немножечко поделиться своим впечатлением об игре. Некоторые мысли касаемо того, что будут у нас, что дальше будет по Братата и будет ли. Это я, может, ближе к концу серии, собственно, скажу. Как видите, у меня есть некоторые персонажи тоже, я нулевой угроз закрыл, без угроз, то есть, в смысле, чтобы открыть некоторые предметы. Сегодня я тоже там оглашу, какие предметы у меня есть, анлокнулись. Но еще не всех, видите, 5 предметов мне еще не хватает. Рыцарь. Плюс 2 к параметру урон в ближнем бою за каждый один к параметру броня. Угу. То есть, смотрите, нам, в принципе, выгоднее качать чисто броню, потому что брони 1 эквивалент 2 ближнего боя, если прокачки за левелом, например, смотреть тоже. Окей, учтем. 5 брони со старта. Окей, хорошо. Вы не можете использовать оружие дальнего боя. Вы можете использовать только оружие класса 2 или выше. Модификации типа процент скорости атаки ослаблены на 50%. Аааа. Вот про это-то я забыл. Модификации типа сбора ослаблены на 80%. То есть, чтобы ты не мог собирать. Ты именно должен киллами зарабатывать. И при этом со скоростью таки будут проблемать проблемы, конечно. Зато будет хороший урон. Мы анлокнули за него новое оружие, шипастый щит. Вот идеально было бы, кстати говоря, оно от брони скелется как раз. Вообще было бы круто вообще все-все из-за этого можно взять, но это бы не подошло. Оно типа факел лишнее. Турнирное копье, наверное, тоже на меня особо подойдет. Не знаю. Копье, молот. Я бы хотел меч и щит в первую очередь. Щит чуть чаще бьет, кстати. Но урона у него самого по себе поменьше. Это чередует колющие и рассекающие атаки. Щит просто бьет средневековое и дробящее, судя по всему, я даже не знаю. Давайте сначала возьмем себе меч, а дальше, собственно, будет видно. Дальше я надеюсь, что мы найдем щит быстренько. У нас оружие второго класса сразу же. В принципе, меч он так чередует атаки, это достаточно забавно. У него атака то, как у ковья, то, как у взмахового оружия, что я называл. У него тир два оружия сразу же. Это, с одной стороны, плюс, потому что тебе гораздо меньше всего надо будет искать, да. С другой стороны, оно дорогое будет пипец сейчас. Так, броня мне замечательно заходит. И вот, да, я купить его не могу нахрен. Рубашка дровосека есть. Ну, в принципе... Ну, одна штучка, она всегда хороша. Лимонадик, на самом деле, это уже предмет, который я вот очень всегда люблю все же брать. Практически во всех забегах. Сейчас это не будет исключением, я думаю. Правда, для того, чтобы он был эффективен, более-менее, мне надо, конечно, там удачу еще будет подкачивать. Деревья, в принципе, у меня оттычки будет, скорее всего, хватать, чтобы деревья все равно быстро выносить. Но зато у нас исключаются предметы уникальные из пула, и он нам больше не будет встречаться. А где-то, порой, может, лишь и в тему будет вовсе. До второго дерева не двигу, к сожалению, до третьего, точнее, уже. Как они так вместе заспавлились быстро. Так, минус один к максимуму хп, для крит удара шанс. У меня крит урон х2. Есть смысл качать, хотя не хочется этих хп терять, ну ладно, я возьму. Так, давай регенерацию, наверное, возьмем. Меч себе, соответственно... Так, есть странный призрак, кстати. Тоже хорошо было бы вначале взять, но давайте сначала все-таки меч. А это себе залочим. Чем больше у нас брони, тем каждая единица лечения будет тоже эффективнее. Потому что нас будет слабо бить, соответственно, мне... Как бы будет так повыгоднее, чем если было бы у меня много хп, то восстановления мне, скажем так, такого количества могло бы и не хватить. Совершенно. У меня будет много именно брони, в первую очередь. Ну, здоровье тоже, скорее всего. Посмотрим, как у нас там, чего. Через мечи мы вообще полноценно до сих пор ни разу не играли, не использовали их нигде. Вот сегодня как раз-таки персонаж к этому идеально располагает. Я так и не знаю, какие персонажи здесь наиболее новые были. Может быть, он один из них. Две брони замечательно, меч еще один отражает. Пипец, как сильно. Так, ну я беру себе 4 хп, допустим. Роль не мразок. Скорость атаки, блин, вот. У меня скорость атаки ослаблена, но все равно надо ее брать. Как бы, потому что 1.28 это несерьезно. Это прям очень медленно. Но кофем ли? Вот это можно тоже притягиваю материалом. Но я не хочу. Блин, шрамик было бы хорошо, потому что это сразу же плюс бонус копы, то он себя быстро окупит. Давайте я его залочу. Так, сейчас наша задача продержаться и выжить. Пока у нас тут нет здоровья совершенно. Аккуратненько, аккуратненько. В принципе, на начальных полных это не должно быть проблемой. А дальше уже будет видно. Я себе онлокнул там, соответственно, ребят, ряд предметов. Я себе их выписал. Я не смотрел их описание. По-моему, одного предмета только я мельком что-то там увидел. Потому что он мне потом попадалось. Но я, соответственно, если он попадается, то я такой, типа, все, я туда не смотрю. Но, по-моему, один предмет мне там, то ли пшеница мне попадалась на глаза, то ли что-то такое, не помню уже. Остальное все я не чекал. Так, отлично. Без урона волну прошли. Два лейва лапа, 6% к уклонению. В принципе, уклонение тоже зайдет. На самом деле. Хотя не настолько мне сильно нужно доджить, когда у меня много брони. Но раз тут дают 6%, типа, много, то давай. Блин, лучше бы два брони взять, на самом деле, чем ближний бой и четыре. Гораздо лучше. Вот, например, два брони есть. 8% к урону. Вообще-то тоже надо и урон качать. Давайте пока что будет броня, ладно. Главное не переборщить с этим. Так, мне здесь хватит, в принципе, на все. Вот это брать мне, слова смысла нет. Хотя, сбор, опять же, ослаблен у нас. Могли бы взять, но два ближний бой брать. Я бы предпочел один брони. И мне не хватает чуть-чуть на меч, кстати. Да, надо было, наверное, зачем меч взять. Ну ладно, зато так у нас будет перспективнее, если мы особо меньше мобов за эту волну не снесем. Чем если было бы у нас один меч больше. Потому что здесь у нас, в принципе, у меня массовая атака, поэтому... Мне хватает урона выносить всех, поэтому мы не слишком сильно сейчас отстанем из-за того, что у меня было бы на одно оружие больше. Зато будет плюс 20% бонус опыта. Все равно, конечно, засыпят враги со с разных сторон. Больше понемножечке я их вынес, но не настолько прям. В принципе, не особо критично, так или иначе. Так, 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 аккуратненько. Здоровья у меня немного, опять же, мне надо его... А, кстати, стоп, здоровье ведь качается за какое-то то ли за примитивное, то ли за средневековое, то ли за что-то еще такое. Нет, средневековое, по-моему, оно брони качает. Если не ошибаюсь, сейчас надо посмотреть, потому что я про это буду забывать весь забег, я чувствую, если сейчас не аксенсирую на это внимание. Так, давайте рольнем. Шесть сторон на ближний бою. Блин, это много. Вот здесь четыре ближнего боя, но два брони еще. Так-то вот это даже поприятнее будет. И опять же, броня, хоть здесь четыре процента всего лишь дается. На самом деле, каждая единичка по-прежнему остается настолько же эффективной, как и у регенерации. То, что я только недавно понял полноценно. Шесть процентов отклонений, я объяснял. Надеюсь, ребят, что не будут писать там, нет, там броня менее эффективный, легенд тоже менее эффективный, если ты его больше берешь. Потому что я это уже размусоливал. Так, я беру себе меч. Кофе. Кофе давай, ладно, тоже. Пламенный кастет. Блин, все синее попадается. Дорогое. Зато, опять же, мне надо гораздо меньше их набирать. Гораздо проще будет докачать их, потому что белое потом будет сыпаться, которым я бы не смог объединить, например, в других забегах. Да, здесь на это пофигу. Корона мне не нужна. Роль нам еще раз, последний, на этой волне. Во, я тесак, по-моему, открыл. Да, тесак открыл за кого-то. Острая. Урон в ближнем бою и кража жизни. А, вот что острая дает. У него скейл от хп частичный есть и от мили. Х2 урон. Восстановление нормальное, в принципе, отталкивание небольшое есть. Плюс 1 ОЗ, восстановление от расходников. О, блин, это регион от расходников, мои любимые расходники. Да. Так, здесь у нас средневековая дает брони и дает уклонение понемножечку, но всего в пачке так-то приятно уже. До конца это можно докачать, если будем с этим бегать. Хотя, опять же, я щит хочу взять себе еще. Острая, ближний бой, кража жизни. Ну да. Я бы вот это взял, наверное, еще. Так, сделаем раз. И тесак я пока брать, наверное, не буду. Он как бы имели, и вроде мне и подходит с одной стороны, но идей на этом персонаже немножечко не то, что я ищу. А мне бы хотелось вот сейчас идейный такой забег сделать, что ли. По клеткам я такого не люблю, но вот здесь, братат, оно хорошо так ложится вообще. Там само напрашивается. Поэтому я очень хочу найти себе. В идеале было бы, наверное, три щита и три меча. Может быть вот так, например. По красоте вообще. Можно, конечно, там копье, турнирное копье ему идейно подходит, да, на турнирное копье по... Своему удобству мне может не подойти так хорошо. Не знаю. Я бы три меча и три щита взял. Тем более, что щит мы как раз в прошлой серии только лишь анлокнули и еще с ним не бегали. Правда, я и тесакт анлокнул только-только за кадром недавно. Так-так-так, у меня регена, надо не звать, что сейчас очень мало. Точнее, как восстановление. Не просто регена, а в принципе всех статов на восстановление. Поэтому много не отхватываем, стараемся. Три хп можно было бы взять, но что-то как-то... Или пять процентов от удара, но я бы хотел, честно говоря, поролить и... Ну, например, так. Хотя шесть процентов скорости тоже пригодилось бы. Так, уклонение, броня... Минус не хочу. Так, сделаем ролл. Так, сумка, это замечательно. Милая обезьянка тоже подойдет, кстати. Вот инъекцию стоит ли мне сейчас брать, когда у меня... Блин, ну мне, по большому счету, много хп не надо, но мне надо, чтобы все-таки оно какое-то было и регенерация была. Броня позволит мне с гораздо меньшим хп держаться. Но, тем не менее, тоже про него не забывать. Ладно, давайте возьмем. Пока что у нас, в принципе, все окей, я думаю, будет. Хотя седьмая волна, здесь сейчас будут яйца. Мы их будем сразу же косить мечом. Лопать. Блин, надо будет в магазине сходить яйца купить. Как просто, я тут заканчиваю спаму. Так, еще одно. Сейчас резко как-то в борта-то начал играть, вспомнил. Так, 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 так. Есть, успел. Опять же, мы их снесем, в принципе, за два залпа по три оружия. То есть, шесть ударов нам хватило бы этих... По этим мобам. Но, все равно, это... Это время. И я предпочел бы других мобов полупить еще. Так, сейчас где-нибудь яйцо, да, по-любому заспавнил. Осталось бы. А нет, даже быстрее у нас еще больше урона. Я думал, что шесть ударов понадобится, по-моему, за четыре где-то мы вынесли его. Может быть, скриптом, правда, там был. Так, 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 аккуратненько. Они, по-моему, я вот не помню, они касанием бьют сильнее или... Или нет? Тихо-тихо-тихо, вот под конец что-то я нахватал. Урон в ближнем бою 6. Ладно, допустим, я это возьму. 9% скорости. Пригодится, очень пригодится. Еще один меч. Странный призрак. Бесплатный кролик. Бесплатная замена, в смысле. Две брони еще. Это даже окупит, потому что даст 4 ближнего боя и... Хоть у меня процент к урону маленький, но все равно сейчас даже плюс будет, наверное. Так. Я могу здесь купить многое, но не все. Восьмая волна сейчас будет... Блин, отрегенится бы как-то вот после этого странного призрака, надеюсь, получится. Опасный кролик, если я его сейчас возьму, будет профитнее немножечко, потому что он работает... А, он работает сразу на эту волну, а если бы я его купил на следующий, то у меня бы он не отсрочил бы цену рерола. Он отсрочивает только со следующей, начиная. Слоненок, я не уверен, что мне нужно, потому что мне удачи нужно меньше, в принципе, кстати. Поскольку у меня синее оружие минимум встречается. Может быть, удачу я не хочу особо качать. Я предпочел бы сейчас в статуу пороться и все. Так, 12, 14, 17 у нас волны. Мечей, в принципе, они так нормально урон дают. Так, и все, теперь очень аккуратненько. Особенно теперь здесь жуки еще большие, которые таранят. Дерево хочу побыстрее, чтобы вот фруктик дропнуть, а? Фруктик сразу хигнет мне неплохо так. Ну, на четверочку, да? Не то, что как-то, по-моему, прям фантастика, да? Но на фоне того, что у меня у Сома сейчас регена особо нет, то это было бы приятно, да. На половине ХП сейчас держимся. Немножечко так, не успеваю, по-моему, по статам по регену. Может, скорость атаки немного не хватает еще. Опять же, у меня 4 мяча уже и ни одного щита нет. Щит должен у этого персонажа чаще встречаться. И, в принципе, он мне по сетам тоже подходит. Вроде бы, и... Ну, по крайней мере, по одному из сетов. Должен более-менее попадаться мне, но как-то я его особо не вижу пока что. Сейчас, конечно, я очень хорошо мог бы косить мов, если бы к ним поближе держался, но у меня мало здоровья, как-то так совсем. Реген у него хреновенький. Можно было бы больше на этой волне нафармить вполне. Хорош мне давать 6 урона в ближнем бою. Мне нужно сейчас что-то другое явно. Мне нужна либо скорость... Давай скорость. Либо скорость атаки, например. Либо ХП реген там. Всякое такое. Броня — это, в принципе, и ХП, и дамаг для меня. Давай. Ее много нам не будет. Геккончика не хочу брать. Это нам не надо ничего. Ролл. Примитивно. У меня ничего нет. Примитивно. Примитивно дает тебе ХП, но это, блин, его побольше бы набирать. От трех штучек профита будет 9 ХП. Можно порченные стероиды взять. Можно инопланетного червя. Но, правда, будет минус 1 у нас от расходников. А я расходники хочу подбирать. Хотя, с другой стороны, стоп, у меня удачи мало будет. А давай возьмем. Тот редкий случай, когда я возьму этот предмет. Я роль, но еще раз. Хоть у меня денег на оружие не хватит, но надеюсь на... Вот на такое, например. Это не надо. Это я покупаю. Хорошо. Так, девятая волна. Четыре оружия. Это, кстати, не очень хорошая ситуация так-то. Тут сейчас меня могут засыпать. С другой стороны, у меня когда взмахи делом... Да и, в принципе, когда колющие удары тоже, то... Неплохо так толпу косим сразу же. Урона тут перс очень много можно... Можно разогнать, конечно, но... Это компенсирует с тем, что у него есть проблемы со скоростью атаки. Надеюсь, что меч на уровнях... На качестве он там повысит себе скорость атаки сам по себе. Может быть, базу какую-то свою. Что мне... Того, что у меня есть сейчас, не хватит скоро совсем. Даже если у меня будет шесть мечей. Хочется щит еще взять, конечно. Он там скейл имеет чисто от брони. У меня, в принципе, брони будет вдвое меньше, чем в ближнего боя урона. Даже чуть меньше, чем вдвое, потому что я... Немножечко подкачал. Чуть больше, чем вдвое, наоборот. Потому что я подкачал ближний бой сам по себе. И сейчас, слушайте, а неплохо выносим эту волну. Блин, может быть, я расходники ослабил себе зря. Потому что для меня каждый изничка хп это очень много. Поскольку меня бьют с минимальной силой. В принципе, нафармили на этой волне неплохо. Смачно вполне. 505. Достойно. Так, это мы берем. Это отлично вообще. Здесь роль нем. Кража жизни есть. В принципе, блин, ну, с редким атакой не так эффективен, на самом деле. Она зависит от разных факторов. Регенерацию, например, я всегда недооценивал. Всегда отдавал предпочтение краж жизни. Сейчас я понимаю, что регенерация тоже очень полезна. Стат так-то. Ее подкачать до 20-30 не проблема. Это будет стабильный вполне себе регент такой. Весьма приличный. Но сейчас я возьму себе это. 20 удачи, блин, это много. Ну, типа, я не буду ролик, явно. Полностью отказываться от удачи тоже смысла нет. Три брони берем. В принципе, пускай качественные оружия встречаются и прочее тоже. Вот это вообще замечательно. Правда, опять же, дальность слишком сильно в минус уводить не хочется. Поэтому, если где-то будет, то можно будет ее подвернуть себе немножечко обратно. Подвернусь. Вернусь просто. Покупаем. Так. Шесть мечей, блин, будет штихотли. В принципе, шесть мечей-то как бы два фул собранных сеток тоже неплохо. Астероиды возьмем. Шесть мечей, да. Громовой меч. Он острый. Но это, блин, от стихийки сейчас часть имеет. Еще и у него от стихийки здесь. Все, что со стихийным, его так трудно реализовать, потому что у него, блин, чаще всего что-то еще есть. Ну, не чаще. Ну, в половине оружия со стихийным у них есть не только стихийный скил. Например. Как бы и то, и другое. Хотя вот этого, например, можно вполне себе так. Брать чисто стихийное, забить на миле так-то. Так, это я возьму себе. Давайте еще разокрольнем. Опасный кролик еще один, в принципе, пригодится. Тортик. Тоже давай хп. И хватит мне ближний бой добирать, я думаю. И скорость атаки забирать. Я хочу себе процент урона добрать. И дальность со скоростью атаки. И может быть... Не знаю, может что-то еще подумаю потом. Поехали дальше. Шесть мячей просто такие. Да, хорошо со щитами бегаем. Я говорю, вот ты берешь... Очень чувствую сильно перепад такой, знаете, когда ты берешь конкретное оружие. У тебя потом его прям, ну, значительно больше добирается. И даже что-то из сета, который у нас участвует здесь, на который вроде как шанс должен быть повышен. Я даже одну штуку не нашел сейчас. Не получилось. Зато шесть мячей есть. В принципе, я не жалуюсь. Я не буду там, знаете, совсем ждем помрачения роллись. Я буду все-таки ориентироваться по тому, что у меня сейчас уместно. Если у меня нет лишних прям денег на всякие роллы и так далее. То любой ценой искать себе щиты я тоже не буду. Все-таки, мне кажется, это лишнее. Я не думаю, что этот персонаж будет сложным. Хотя, опять же, не гарантирую совершенно победу. Но думаю, что он весьма себе сильный все же. Потому что, ну, прям он блочит очень много урона. ХП регена тебе, соответственно, может быть понадобится значительно меньше тоже. Еще и дамаг за это набирает. Хоть скоростаки теряет, но тем не менее, общих полезных статах много. Так, 9 хп. Есть 4 регена, опять же, можно с маленьким хп вообще бегать. Просто забрать себе регена. Для меня 4 регена это как... Как, блин, 8 регена, если бы у меня не было столько брони. Словно говоря, если бы. Да даже больше. Мы больше половины урона блочим так-то. Ну, давайте пока 9 хп все же. Пускай будет. Так, здесь я хотел тортик взять. Шрам, в принципе, тоже можно. Скорость атаки тоже можно. Дальше все ролим. Одноглазый червь процент к урону много дает. Для меня это 12%. Напомню, что у меня всего 4 до сих пор. Почувствую я это. Утилизатор давай тоже. Сейчас, поскольку я понимаю, как он работает, я понимаю, что он реально много дать может золота. Опа, шипаста щит нашли. И у него скейлс усиливается, кстати говоря. Средневековая дробящая у него еще. А, он минус скорость дает, но больше брони и хп добавлять будет тебе. И меч фиолетовый еще. На который я сразу не обратил внимания. Так, это мы мощно бафнемся в следующем магазинчике. Это хорошо. Поехали. 11-ая волна. Приближаемся к середине забега примерно. Вот насчет вот этих мобов, кстати, я только за кадром обратил внимание. Узнал, что они работают не совсем так, как я думал. То есть они постепенно ускоряются, да. Тебя постепенно начинают догонять. Но прикол в том, что как только тебя он разок ударит, то есть догонит, у него баф к скорости пропадает сразу же. То есть он не может себя догнать и все, и калашматить начать. Он тебя догоняет, разок тычку делает и все, и замедляется снова. Это гораздо, как по мне, более корректно, действительно. Я просто только за кадром у меня вот эти существа, они отдельно как-то за мной бегали по одной штучке, да. Потому что в толпе, когда за тобой толпа бежит, ты не понимаешь, что он там замедляется, то что все остальные там наперед все равно выходят. И они постоянно рядом с тобой. И 3-4 с тобой бегают, время от времени тебя бьют и всегда рядышком. А вот когда за тобой один бегал, и когда я был несосредоточен на комментариях, и комментировать ничего не надо было, собственно, я сразу заметил, что у них поведение оказывается другое. Так-то. Так, мне очень мало мой денег нафармили на этой волне, что-то как-то мне не хватит сейчас купить то и другое, по-моему, даже. 4 урона в ближнем бою не хочу. 15% скорость атаки. Хорошо, для меня это правда только будет 7 или 8. Куда округлит? 8 округлит, окей. Немножко не хватает, да. Ладно, давайте объединим вот так. Все время я путаюсь, вот как оно объединяет. Тут объединяю, нажимаю на первом, и мне объединяется оно в последний злот. Так, здесь у нас что повышается? Ага, скорость атаки бафает, действительно, это хорошо. Сильно бафается базовый урон. Отталкивание такое же остается. Дальность тоже, ну понятно, окей. И берем себе шипастый щит, наверное, или меч тоже. Погоди, меч у нас дает средневековое острое. Это только, то есть острое у меня исчезнет. Это минус кража жизни, минус урон в ближнем бою. В принципе, не особо страшно. Давайте себе возьмем, в принципе, шипастый щит. Вот так. Топорик. Мне не надо, я думаю. Тортик. Надо, думаю. От тортика не откажусь. Это ролл. Так, 8 хп и 3 регена, это прилично. Погнали дальше. 12-ая волна, у нас здесь, да, у нас элитка. В принципе, есть шансы всей элитку снести. Потому что у нас такие атаки, которые задевают врагов рядышком еще со мной. Правда, не все, что мне тычки ее все равно не хотелось бы ловить. Все же больно весьма себе. Думаю, что должны снести ее. Хотя она потом сейчас начнет убегать от меня, да? Начнет чаще атаковать. Надеюсь, что справимся. А, да-да-да, убегают. Ну, она как-то так хаотичненько двигается. Должны справиться. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично, это красный предмет будет. Я доволен. Хорош. Очень приятно, конечно. Когда удается элиток сносить. Потому что здесь мне не надо было трекаться на врагов. То, что враги меня поджимают, мне пофигу. У нас много брони. При этом мы бьем по толпе, и моб, который подходит, мы все равно косим. И хороший урон даем в элитку, и можем держаться недалеко с ней. Если отхватываем, то не так критично. Это мы, в принципе, отхиливаться успеваем. Нам не так много на элитке, но опять же. За счет этого мы ее сейчас несли. Вот как-то так. Так, много материала нафармили. И красный сундучок дал мне экзоскелет. Это минус регенерация, минус кара жизни. Плюс броня. Плюс процент для крит-удара. Плюс скорости. Я это, в принципе, возьму. Хоть не хочется себе ста-ти терять, но 5 брони, типа, камон, это много. Он, конечно, и в идеале на каких-то инженеров, да? 126 разобрать. Но нет. Берем это. А вот это разбираем уже. 3 брони еще или 12% в корону. Но вообще 3 брони даст мне меньше по дамагу, явно меньше. Потому что 12 брони, у меня урона сейчас очень мало процентного. Но я все же возьму 3 брони. Слишком много это полезных статусов для меня. И 9% скорости тоже возьму себе. Так, теперь давайте объединим вот этот меч. Он объединился тоже, собственно. Какие-то объединяются у меня гарантированно последние два, которые предлагаются. Это я покупаю, покупаю. Так, здесь ролл. Молот не хочу. В прошлый раз молотом как раз-таки побегали, кстати. Вот это, в принципе, можно себе на крит удара забить немножечко. Хотя это для меня тоже множество. Но, по-моему, мне не нужны такие сильные тычки зачастую. Не то, что бы требуется. А это всех статок навалит, в принципе, отпускай. Треугольник сил мне не подходит. Мы много отхватываем. Вот это можно взять. Садик. Я думаю, не надо просто мне особо. 10% скорости татаки. Не хочу два кража жизни терять. С другой стороны, дальность надо повышать. Хотя я могу держаться рядом с врагами. Но это говорю на наш щит, кстати говоря. Я до сих пор не обращал внимания, как у нас он лупит вообще. А, он колющий удар делает такой. Собственно, шипастый щит, да? Так и бьет, как... Как и может... Как единственный вариант, который у него есть, да? В принципе, логично. По сути, это просто оружие, у которого скейл идет от брони именно. У него 74 урона. У меча, на самом деле, гораздо больше. И у меча, мне кажется, радиус атаки повыше. Что-то мне подсказывает, что все равно щит как-то не... Как будто не особо имеет смысла много. Сейчас. Что я бы с шестью мечами был бы эффективнее. Ну, не знаю. Посмотрим еще. Надо сравнить их с чисто урона за волну. И прочие показатели, где еще у меня там щит, может быть, помогают. Дополнительно, что такое не просто чисто урона куда валяет, а... Что-то еще там у него сет в конце концов тоже приятный весьма. Просто, опять же, у меня оба сета будут на пол шишечки собраны. Так-то. Я бы сейчас не отказался на этом... В этом забеге от трех элиток, на самом деле. Мне кажется, у нас все шансы были бы снести, как мы снесли всех элиток и боссов за мазохиста. Так, это замечательно. Вообще, еще три брони, боже. Тридцать-два брони, 68-го рта на понижение входящего урона. Так, это мы берем. Сравните урон. Меч 5000, синенький. Другой 5500, этот 6000. Этот 4700, за то, что последний слоты кит. Это 5600. И здесь 2800. Вот я так и думал, что сейчас эффективность будет значительно прям меньше. У него просто, считайте, учитывая, что он фиолетовый, у него и скорость атаки медленнее, чем у меча. Базовый урон вдвое меньше. У него скейл от мили у нашего меча, а у этого скейл от брони. Но скейл от брони 150%. Но один брони это как 2 мили. То есть для у меча все равно скейл как бы помощнее, чистый выходит. Другое дело, что с шипастным щитом ты можешь качать себе стат брони, который тебя защищает еще. А, еще у шипаста щиты отталкивание. Отталкивание сильное. Но он бьет ближе. Такое вот небольшое сравнение с предметом, скажем так. Так, это я себе хочу взять. Еще один отданглазый червь. В принципе, давай. Но опять же, надо дальность добирать. Шмупа можно взять, но, по-моему, не надо. 2 в мили терять. Хотя 6 хп. Да не надо, я думаю, у меня и так достаточно статов пока что. Так, слоненок будет очень слабеньким. Отталкивание плюс 3 не нужно особо. Подкладка не надо тоже. Поехали дальше. За кадром, ребят, я открыл себе следующие предметы. Это был тесак, вот как раз, который мы увидели. Пшеница, плавник, аптечка, наковальня. По-моему, она красная была. Поддержка сообщества. Не помню, какой цвет предмет. Открылся за стримера, я помню точно. Пояс гиганта. Вот это тоже был точно красный, я помню. И щупальца. По-моему, она была фиолетовая. Описание, я помню, только что пшеница что-то какие-то статы давала приятные. Мне, типа, хорошо описал. Конечно. Ну вот как-то так. И остается у меня еще 5 анноков получается, которые я тоже загаданно, собственно, сделаю. Потому что братата у нас на этом вполне возможно, что ребят еще пока что не заканчивается. Не знаю, когда у меня будет ближайшая обнова, будут ли добавляться еще какие-то персонажи. Потому что сейчас персонажи покрывают практически все вот... Они все покрывают вторичные статы, наверное, или почти все. Но что-то еще в теории, как бы, разработчики вполне могут придумать. Что еще можно обыграть, чтобы получить особый опыт игры, да? От любого взаимодействия с предметами, скажем так, которые у тебя имеются. Так, купончик. Он берем. Шлем. Берем тоже. Процент скорости атаки. Блин, ну вот. Три брони еще. Мне, по-моему, хватает скоро стаки. Хочешь еще брони взять? Давай брони. Нужно больше брони. Нужно больше очка. Ну, очки, в смысле, взял. Так, ритуал тоже можно взять. Замечательно. И еще синий меч. Хорошо. Опасный кролик, я думаю, что поздновато. Мне уже... Ну, не настолько сильно нужно. Он сэкономил 220. Это у меня два кролика так-то. Или 241 написано? Почему написано так? Странно. Здесь написано 241. Здесь 220. Но накупаться будет очень долго. Едва ли окупится. Поэтому его банят. Так, качаем себе до конца меч фиолетовый. Все фиолетовые теперь у нас есть. Кофе. 5% скорость атаки? Давай. Это... Тоже давай. Все. Теперь мне надо только процент урона добавлять. Это можно. Это тоже можно. Погнали дальше. Ну, рыцарь, конечно, да. Рыцарь. Разносит, будь здоров. Тут у него, конечно, другой персонаж. Не получил бы такого огромного количества параметров. Потому что здесь, если... Учитывая, что у меня 38 брони. Сколько это было еще со старта? 38 брони. Для меня это 76 в ближний убой. То есть, другого персонажа было бы сейчас 20 мили всего лишь. Урона было бы значительно меньше. То есть, это не показатель того, что средневековое оружие или там мечи, что-то такое еще слишком мебовое. Это именно рыцарь сейчас выглядит весьма себе сильным. Тоже, мне кажется, один из наиболее простых персонажей. Вот. Если так посмотреть. Разносит все в пух и прах. При этом тебе цена ошибки минимальная совершенно. Потому что, мне кажется, что в целом, если даже у тебя персонаж имеет, скажем так, большую ловкость, например, большой урон, все равно им пройти игру сложнее, чем персонажа, которого поменьше, может быть, урона. Хотя, за эту персонажа я не могу сказать, что не мало урона как-то. Ну, у которого цена ошибки минимальная. Если прям не слишком он проваливается в дамаге, да, как у меня был, например, Залича. Цена ошибки минимальная, но урона совсем у меня не было. Забеги в том. То есть, здесь тебе, как бы, здесь доджа тебе просто не надо. А додж, братат, весьма себе такой требовательный во многих забегах. Ну, только не самый простой. 12хп, нихрена себе, это много. Прям очень много. Нужно, например, тут столько. Как будто три брони нужнее, потому что, типа, у меня все равно хп, я не могу потратить даже до середины. Но я все же возьму себе вот это. Пускай будет. Детеныш пришельцы ускорят врагов, пускай они быстрее до меня доходят, и быстрее будут помирать. Для меня даже скорость врагам повысить, в принципе, я не против. Ракета замечательная. Так, это была 16-я волна. Дальше. О, пшеница, вот. Да, вот, 4 мили, 2 дальний бой, плюс 10 сбор, минус стихийный. В принципе, наверное, подходит. Шесть брони, рука робота, но это, опять же, на инженере у меня экзоскелет и рука робота попались в одном забеге, да? Где-то плачет вдалеке одинокий инженер, у которого выпадает там какая-нибудь фигня вообще не подходящая ему. Но это как бы и подходит. На шесть брони брать за такую большую цену и минус еще других статов. Просто переливание за огромную стоимость как-то того не стоит. Тем более, что этих статов у меня не в избытке. Как-то тут я даже не рассматриваю. Поехали крушить дальше. Так, вот, кстати говоря, моба, которые под бафами, могут, в принципе, меня больновато угрызть. Какая мне элитка подходит сейчас, я не знаю даже, если так задуматься. Ну, какая бы подошла больше. Призыватель вообще мне ничего не сделает. Я за ним буду успевать бегать, у меня скорости бега я набрал достаточно. Яйца мне ничего не сделают. Призыватель будет вообще халявой. Носорог чуть посложнее, наверное, но тоже не будет проблемой. Просто от носорога я буду гораздо больше отхватывать. Но он тоже, думаю, помрет очень легко. Сильный перс, что я могу сказать. Идет и уничтожает. За это сам, за стрелка мне писали, как его, за солдата, что можно шажками, собственно, передвигаться. Туда-сюда ты с одной стороны так контридж, особенно с персонажа, с другой стороны... С другой стороны, все равно у нее некоторые такие особенности остаются, да? Например, если с пулеметами, то вот эти шажки, они все равно будут... Все равно у тебя будет, не знаю, перезарядка утыкаться. Все равно где-то будешь небольшие, знаете, такие вот пробелы по урону получать. Бонус-напы тоже поздновато, я думаю. Процент скорости... Процент урона за процент скорости. У вас много скорости. Берем. Много дает. И еще больше скорости, еще больше урона. А зачем я пшеницу залочил? Кстати, ромнишно не нужна. По инерции как-то просто. Это возьмем. Это ролл. Еще один ролл. О, плавник. 10% скорости, 3% краж жизни, минус 8 удачи. В принципе, давай. У нас 10% скорость, даст 10% урон, так что нормально вообще. А, кстати, красный меч. Что делать у нас? 62 база у него становится вместо 40. Еще быстрее восстанавливается. Ну, собственно, да, эти статы у него и качаются. Да, плавник сначала, но мы это залочим. И вот этот, в принципе, тоже себе. Много восстановил за вузы, кстати, обезьянка так-то. Погнали дальше. Так, это призыватель. Нифига мне что-то коснулось и не так. Ломаем яйца. Ну, а вот теперь идем боссы крошить элиту, точнее. О, блин, бегать будет от меня, да? В принципе, за мной ты видишь, бегают еще другие мобы, но они не будут проблем, потому что мы их просто повыносим быстрее. Ну, то есть они как подойдут, так сразу сдохнут. Но, момент, очень легко вынесли элитку. У нас хорошие, большие, сильные тычки. Типа 273, стабильно, 546 критом. Вообще лепота. И при этом с такой лютой выживаемостью. За солдата ты даже если будешь с пулеметами делать небольшие такие шажки, у тебя, во-первых, во время передвижения замедляется скорость восстановления, а во-вторых, у тебя, как бы, когда перезарядка оружия маленькая, то гораздо больше ты ощущаешь цену того, когда передвигаешься. Даже с небольшими шажками там будут возникать такие ситуации. То есть ты так иначе будешь меньше иметь урона. А так ему, конечно, хочется набрать столько урона, чтобы вообще не требовалось двигаться. Но что делать на элитке, я всём не представляю, честно говоря. Так, это себе набираем. Так, счастлива монетка. Удачи за каждый один параметр крит-удара. У меня маловато. Минус две брони? Мне не надо, я думаю. Вот это зашибись. Две брони давай. Меч покупаем. Ролл. Шлем воина. Идеально то, что для нас подходит, да, идейно. Правда, это минус 5% дамагу нам даст. Ладно, давайте. Ради идейности. Давайте объединим мечи. Возьмём себе вот этот синенький. Ролл. Щит. Шлем воина. Острый соус. Удачи мало. Нет смысла его брать из суда. Поехали дальше. Но солдат мне так или иначе показался непростым весьма персонажем. Да. Мне кажется, либо всё-таки ты делаешь пулемёт и пытаешься как-то дамажить прям очень сильно. Либо, то есть стоя на месте в основном всё же. Либо брать ему какие-то базуки, может взрывное какое-то оружие, чтобы толп погасить, да. И с таким средним, средним, средним временем перезарядка. Потому что опять же, он когда двигается, у него скорость атаки и скорость перезарядки, соответственно, восстановление, оно сильно ухудшается. То есть ты не сможешь идеально останавливаться вовремя и не терять ничего по скорости атаки, чем если бы ты стоял на месте. Даже в оружии, у которых долгая перезарядка. Даже если ты не проставишь, скажем так, даже если ты вообще никогда не бегаешь, когда у тебя оружие готово к стрельбе. Но всё равно, мне кажется, вот как-то с пулемётами бывает... Они очень сильно ограничиваются ситуации, когда у тебя возникают вот мобы, которые дэшатся в себя резко, элитки всякие. В тех ситуациях прям огромные проблемы возникают сразу же. И там можно зарешать как раз-таки какие-то там базуки, всякое такое, что с чем можно немножко передвигаться. О, щупальцы к себе ограничения 5. Тинтаклик, который открыл, не помню, за кого. 3% для крит удара, шанс 20% восстановить 1 УЗ при убийстве врага критическим ударом. Аааа, на эти самые, на точное оружие в идеале. Это считайте. Есть обезьянка, которая за подбор материала себя хиляет, да? А это тебя за киллы, как бы тот же самый шанс. Правда, из некоторых врагов выпадает несколько, во-первых, материалов, да? Ты можешь их подождать немножечко. А здесь только за криты. Ну, правда, обезьянка еще стад забирает, а этот стад доваряет, наоборот. Правда, например, тоже немножечко. Но чем-то и схожий тоже. Потому что у них такое близкое условие по хилу. Нужно убивать врагов только в одном случае подбирать, а в другом случае убивать их критом. Так, шипастый щит, в принципе, можно его докачать до конца, на самом деле, даже себе. А, стоп, ну, собственно, у меня нет варианта, как-то только если синемич скидывать. Давайте докачаем щит. 200% мили скейл. Посмотрите, у мяча не повышается скейл. У щита повышается база чуть-чуть, но скейл становится значительно лучше прямо. И вот сейчас он уже не так сильно отставать будет по урону, возможно. Хотя, опять же, у него дальности меньше. Восстановление у него хуже, чем у мяча. 324 против 228 урона. Все же здесь база решает сильно. Несмотря на то, что у меня, как бы, брони... Вот у него сейчас скейл получается для этого персонажа, компетент брони с... Нет, не для этого персонажа, для любого персонажа. У него скейл брони от неближнего боя становится идентичнее примерно. То есть, по цене статов. То есть, да, щит это на акцент на то, что ты можешь качать себе сиевовый стат. То есть, соответственно, больше вложиться во что-то другое. Потому что с вещом тебе надо качать и ближний бой, и при этом какую-то выживаемость еще. С щитом ты можешь качать себе чистую выживаемость, и при этом у тебя не просядет урон. Ну, выживаемость в виде брони. Поэтому по другим статам это оружие как бы слабее. Именно из-за того, что у него дан более кошерный такой... Вариант скейла. Который стат 2 в 1, скажем так, будет для тебя. Становится. И ты можешь гораздо больше у него пороться. Вот нравится мне, как здесь баланс у нас в брата поустроен. Если так немножечко задуматься, то вот... Интересно получается с этим щитом в том числе. Можно его далеко не только за этот персонаж само собой использовать. Как раз таки, кстати говоря, за этого персонажа, если так задуматься, ему щит не подходит ведь. Он, конечно, качает броню, но он за броню получает мили урон. А щит, он подразумевает то, что тебе не надо будет мили урон качать. То есть за этого персонажа у меня буквально щит настолько же эффективен, как и за любого другого. Абсолютно. Только не считая то, что у нас 5 брони со старта идет еще. Так, берем, берем. Опа. Я бы хотел процент урона взять на самом деле. У меня хоть 90, но все равно это прям много дало бы мне. Или дальности 60. Потому что у меня хоть дальность в 2 раза меньше работает, да, но у меня все равно там она подрезана так прилично. У меня вообще уже урон хотел. Верно, 16% давай. Так, меч, хорошо. Ракета. Давай ракету. Давай шлем. Роу 1, роу 2. Все, поехали дальше. Так, а у меня уже все, 2 босса. Что-то нужно понимать, что она была 19-го, а сейчас уже 20-е. Если вот так рядышком будет стоять, я буду очень не против, кстати. Чтобы выпить сразу вместе их. Время от времени отхватывать можно, но не каждую. Прямо тычку от каждого из этих боссов, конечно. Так будет слишком много уже. Так, немножко не нравится, что меня он зажимает с другим, и я не могу до вот этого добежать просто. Можно немножко поигнорить, конечно, его тычки вот эти. И побить. Все, порвали, отлично. Так, и теперь поехали этого. Мне кажется, персонаж совершенно далеко может зайти, кстати говоря, с бесконечным режимом, например. В том числе, потому что мы прям, ну, настолько жестко обгоняем по стату сейчас. Ну так, типа, не то, что далеко как-то, да, но без каких-то проблем пройти еще какое-то время. Плазменная кувалда. Мили. Стихийный, блин. Но фиолетовая, хрен, найдешь ее еще. 530 урон был бы, ни хрена себе. Для меня сейчас. 1.75 критический. В основе 1.2, отталкивание 27, сильное отталкивание. Ну, изначально 30 должно быть, наверное. Шанс 25% взорваться при попадании. Ага. Окей. Уверенный был забег. Вполне себе так просто, на челе прошли. Второй персонаж, что сегодня это демон у нас. У него 50% вашего параметра материала в конце волны преобразуется в параметр максимум озем. Материал 13 к 1 хп. 13 материал, 1 хп, короче. Вы покупаете предметы за максимум оз вместо материалов. Я так понимаю, что эквивалент, наверное, цены будет такой же, да? То есть, в начале у нас все будет по единичке, кстати говоря. Хм. Можно в начале накупить прям себе знатно так. Добротненько. Ну, поехали попробуем. Я не знаю, что за него брать. Теоретически ему как бы подходит, знаете, сразу же можно подумать призначный скипетр. Потому что он будет себе, как бы, давать хпшечку. С другой стороны, ты намного меньше будешь с ним фармить. Вскоре. Он в начале себе будет. Давай там по единичке буквально. Считайте, там 13 материалов за волну, может быть, за 20 к 1 хп сделает себе. Можно сказать. Насколько он этого стоит? Можно в начале взять, но потом от него отказаться. Либо я даже не знаю. Можно попробовать с электрозаточкой побегать. Мне один человек предлагал так вот сыграть, например, да? Хотя, по-моему, она ему не особо подходит. Потому что здесь, опять же, тебе надо будет 2 стата качать. Как я на этом всем усижусь на этих стульях двух, я не знаю. Но это будет любопытно. Давайте хотя бы попробуем, не знаю. Смотрим, что будет. Но, по-моему, было бы проще каким-то другим вариантом. С этим оружием мы тоже так полноценно, по-моему, до сих пор не бегали толком. А хотелось бы. Как и со стихийным оружием, в принципе. Но все как-то... Все как-то не встречается тогда, когда это будет в него место прям. Так, собираем материалы. Я так понимаю, что... Стоп, а материалов у нас вообще не будет, да? Выходит. Или остаток материала. Погоди. Еще раз, как-то у персонажа говорилось? А, 50% вашего материала. Да-да, не все, не все материалы. Остаток материалов мы оставляем, кстати, снарировала себе. Что мне нужно? Мне надо не звать еще про то, что хп надо тоже повышать, но не за покупку точно. Покупка здесь хп, по сути, 3 хп, это 39 материала из себя получил. Давайте к скорости атаки добавим себе немножечко. Что я... Оу, как непривычно это видеть. Да, все по 1 хп, а очки 2 стоит, соответственно. Это не стонкс, кстати. Это 2 хп, минус 1% к урону, но за просто как бы так. С ростом, по-моему, все же. 2 хп, 1% к урону. Давайте возьмем, я думаю, что купить себе. Тоже стоит того. Так, это я все. А продавать предмет мы будем за материал, если что. Электрозаточка. Берем. Так, 2 хп за 5% к урагану и 5% к урону я могу взять на халяву. Хочу ли я себе брать? Другой вопрос. В принципе, электрозаточка создает молния. Она как бы вроде и неплохо. Раз пишется, которая скучит один раз. То есть, с апгрейдом, скорее всего, тут один раз у нас будет улучшаться. Мне кажется, на чем не было бы так выделено, я думаю. С другой стороны, что-то я как-то... Ладно, возьму. Но не уверен, что это было необходимо. Мне стоило, стоило ли на кого. Так, это возьмем. Ранение в голову. Не уверен. Еще роль ним. Мы, то есть, можем искать прям по полной прогами. При этом цена, кстати говоря, здесь у нас... А возможно, что тоже как бы цена повышается, но просто не переваливая через значение. Не будет... А, стоп. Она и сериал не повышается, она повышается с волнами. Она потом будет на сценаре, будет выше, соответственно. Шанс сразу поступить материал. Мне особо не надо. Давайте погнали дальше. Сразу же три ножа. После первой волны нормально вполне. Приятно. Смотрим. У меня было впечатление по описанию этого персонажа, что у него, собственно, тоже персонаж из таких, в которых экономика забега как-то меняется. Мне такие сложнее даются. Он, по крайней мере, звучал по своему описанию не так просто, а как на практике будет, ну, посмотрим. Что ли? Так, у меня там левелапчик был. Левелапчик тоже дает шанс хпшечку, кстати, не забываем про это. Сразу же. У нас сразу материал отнимают, суть по всему. Еще до того, как притянутся эти в мешочек. 5% к урону. Давай, да. Волшебная палочка, стихийный скейл. Не забываем про стихийный урон, кстати. Вот. Очень он мне тоже будет нужен. Но, желательно, в идеале было бы находить в мире и стихийный. Я буду забывать про стихийный, я буду порой скипать случайно просто. Не очень хочу я за 2 хп брать, за 2 хп брать, столько еще и минус получать. Такое себе. Это тоже как по вопросам. Ролл. Купончик. Блин, а что он мне даст? Он мне дешевле роллы будут. Еще-то как-то... Стоп, стоп, стоп. Он сработает, возможно. Слушайте. Опять же, если у меня предмет, например, динамит стоит 26, да? Вот он 2 сердца и стоит, поэтому. А это эквивалент материала понизит, и у нас может где-то округлиться в меньшую сторону по хп. То есть я надеюсь, что так работает, по крайней мере. Электрозточка скупает по хп 15 сейчас, нормально. Вот это хорошо вообще выпало. 2 стихийный минус к уклонению. Я беру сразу же себе. 12 здоровья остается у нас 5. Окей, ну постепенно качаемся. Завалом такой персонажа уходит. Тоже уникальный опыт себе дает, как и любой другой персонаж. Практически. Вначале тебе немножечко знакомят с игрой, да? А потом тебе каждый персонаж что-то особое дает. Это, конечно, мне очень нравится такой подход здесь, в принципе. Близок с чем-то к скалу, кстати говоря, тоже, так вы знаете, игра, в которой стоит поиграть полноценно за каждый череп. Потому что каждый череп себе даст что-то интересное прямо. А вот этого не снесем, никак не успеем уж, ладно. Ему бы надо было, наверное, раза 3 залпа своих ударов сделать. 3 хп опять же для меня. 39 материала, можно сказать. Как обычно, забега было бы. Я бы лучше рульного, взял и заводить все 6% процент скорости просто. Стихийный урон, давай, единичку. Уродливый зуб, приятная штука. Это, в принципе, тоже можно. А, хоть и нет, стоп, за 2 хп уже не хочется добрать. Это вначале можно было, сейчас уже не имеет смысла практически. Это 1 хп добавит, 1 протону урон заберет. Становится менее выгодно. Кибершар, будет ли у меня удача? Большим вопросом. Честно говоря, сильно не уверен насчет удачи, что я буду сейчас подкачивать. Куда-то тратить в никуда, если совсем не хочется хп. Мне как бы гораздо больше можно покупать сразу же, но опять же, это вот мое здоровьичко. Удачи, дальний бой, сбор, уклонение. Не на, тоже, я думаю. Ладно, пока что пойдем дальше. Пока у меня урона совсем не хватает, если честно. Я не могу не скупить себе ни оружие, ни пассива каких-то не уходит. Там ни хп я тоже держусь на минимуме совсем. Что-то пока что пахнет, честно говоря, керосиночком. Хотя, 4 волна, так-то, что я тут ожидаю? Я что-то думал, что же здесь там 6-я, например. Много времени не так думал, с учетом магазина, что такое впечатление сложилось. И это же самое-самое начало, так что, может быть, нормально будет. В общем, я не знаю, вообще, сильно это оружие или нет. Как оно себя покажет. Потому что я не то, что не заоцениваю, я, конечно, не бегал, мне нет впечатления насчет него. Так, скрас жизнеуклонения. Уклонения, в принципе, можно себе добрать. У меня хоть он сейчас минус у него, но я бы не отказался от него повысить себе. Арбалетик 5 хп стоит, но мне он не нужен в любом случае. Так, вот это замечательно. Правда, минус уклонения, который я хочу добирать. Но все же. Так, вот это для меня выгодно. Это 2 хп на халяву. Но только надо будет продержаться. А как я буду держаться-то? А как я прорегенис-то? Регена-то нет вообще. Вот это можно взять, но 3 хп стоит. И минус стихийка еще. Я бы вот это подержал. Мне бы хильнуться как-то. Вот это, в принципе, 2 ближнего боя, минус 3% скорость атаки, считайте, просто, и все. Ну давай, ладно. Еще один купон брать не хочу, если честно. Я очень сильно уверен насчет призрака, потому что я только от деревьев смогу откляться. Я хоть не, у меня одна тычка, я сдохнул. С другой стороны, так соблазн манит, честно говоря. Непонятный червь. Минус из-за от расходников. Опять же, удачи не очень много пока что. Ну что, давайте я это возьму. Вот это даст много. У нас будут молнии намного мощнее бить. Слушайте, это оружие, оно вообще сейчас молниями дамажит гораздо сильнее. Правда, у меня стихийки так-то 8. Справедливо. Но я возьму, ладно. Может, у него основной урон будет реально с молнией именно. Не знаю. У меня было ощущение, что он комбинирован урон скорее. Может, так и будет. Может быть, с прокачкой у него молнии еще станут мощнее, собственно. Должно быть такое. Поэтому, может, ему ты можешь качать реально чисто стихийный урон и будет нормально. Хрен с ним, что оно само по себе мало бьет. Сдумал, он не запускает. И, в принципе, они бьют далеко. Кстати, еще. Что удобно. Я могу дерево косить, например, да? А, по-моему, по всему попадать. Прикольно получается. Так визуально тоже красиво выглядит. Хотя дерево, опять же, получается тогда, что я бью очень слабенько. Так, хилочку взять. Нужно здоровье себе тоже повышать. Будет реген выживаемости и прочее. Брони побольше можно. Добрать. Всего надо побольше. Вот у прошлого, у прошлого перса жопой. Жуть, сколько статов было у этого. У меня я чувствую, что у меня всего-всего хочется и не хватает немножечко пока что. Это берем себе электрозаточка. За два уже. А-та-та. Подороже стало. Блин, не знаю, я насчет этой штуки. Вроде и хочется взять и в то же время, типа, минус 4 хп вообще-то заберет. В то же время я же сдохнул. Ладно, возьмем. Все. Будь что будет. Из этого ничего. Электрозаточка синяя. Окей, у нее что? Два раза отскоки, да. Два раза. Перезарядка меньше. Быстрее, то есть, идет у тебя. Чуть выше базовый урон. Шанс крита повышается, кстати. Оно точно стихийное, кстати. А-а-а, оно же стихийное дает. Да-да-да, оно стихийное само по себе стихийку добавляет. Неплохо. Окей, возьмем. Рол. Еще одна электрозаточка. Но, опять же, у меня вот хоть материала много, но надо не думать, что у меня хп моим материалом выступает. И вот оно заканчивается. Но, в принципе, сейчас есть смысл добрать то, что у меня сейчас ром будет один хп. Мне надо как можно больше эффективности сделать себе. Хп подождет еще. Глаза пришельца будет, ну, не то, что я ищу. Вот это я беру себе 15 здоровья. Все. Поехали. Стараемся сейчас найти себе фрукты. Просто ждать, пока меня восстановление регеном идет. По чуть-чуть, но, в принципе... Тихо-тихо-тихо-тихо. И вот моменты, где меня поджимают немножечко, очень опасно. Так, это рубим. Близко было. Могут дэшеры напрягают очень сильно вот эти. Мне надо считать и постоянно держать кого-то рядом с собой. Мне нужно повыше скорость бегать, чтобы себе комфортнее чисто по вороту. Пока рядом с нами кто-то есть. У нас молнии вылетают и молнии лупят от души. Но, опять же, молнии это сингл таргет. Знаете как? Оружие, которое бьет насквозь само по себе по толпе, да? А потом запускает такой условный сюрикен, который отбивается. Ну, или выстрел рогатки. Что-то такое комбинирование выходит у него. Окей, 25 хп есть. Три брони, замечательно. 6% брони тоже подойдет. Четыре стихийки, еще лол. И здесь тоже стихийка. А здесь ближний бой плюс 5 хп. Минус 15 дальности и три ближнего боя на халяву, считайте. Как-то так. В принципе, давай. Здесь дорого, блин. Я бы немножко подождал. Сейчас седьмая волна. Давайте чуть подождем с этими предметами, ладно. Дальше будет видно. Так, так, так. Яйца, яйца, яйца ломаю. В принципе, мы до них будем доставать молниями своими неплохо еще. Главное, чтобы они попадали по ним еще. Следить за ними все-таки стоит тоже. Немножко так, так, так. Видим. Сломать. Много материала в мешке осталось. Но, опять же, мне материалы надо... Надо гораздо больше реролить прям нещадно. Искать все то, что мне прям нужно. Агрессивнее. И за левелапа в том числе. Вот куда надо деньги сливать. Потому что иначе у меня денег типа в овер лежит вообще. Не знаю, куда мы их еще можем потратить, считайте. Так, там яйцо. Одно успеет заспавнить, скорее всего, да? Нет, не успеет. Не дадим. А, одно успеет, которое я просто не видел. В принципе, ну, тут бьем потихонечку. Думал, что он сейчас издалека просто помрет сам по себе. 20% скорость атаки. Так, у нас же никаких дебафов нет на это, да? Да, нет. Берем себе это замечательно вообще. Четыре легена там, правда, было. Тоже было очень вкусно. Волшебная палочка. В принципе, в чем то, что мы над стихийного играем, мы можем ее взять тоже. Оно и стогненный урон постепенно поджигает. Неплохо по сингл-таргету лупит. Что-то так с электрозаточками хочется побегать сейчас. Давай, это я беру себе. Две брони, минус 3% урона за 4 хп. Дороговато. Так, это я себе... Ну, давай. У них, правда, дальность очень маленькая, у своих по себе не хочется ее еще больше понижать. Ну, ладно. Так, это 4 хп за 2 стихийного. Мне кажется, не стоит того уже. Рол еще. Тихоходка. Одна тычка в начале. Не надо, я думаю, мне это. Так, это за 1 хп, считайте, всего лишь. Рассойники будут взрываться. Скейл от хп. Но у них прикол в том, что у них радиус взрыва очень маленький. Мне кажется, он довольно особо не стоит даже. Сомнительное зелье хотел бы взять, но регена у меня очень мало. Мне сейчас нужно восстановление себя повышать. Хп я могу себя быстро бафнуть, в принципе, да? Полторы волны там, не знаю, не тратится особо. Полторы, не знаю, как я поделить, умудрился, да? Ну, типа, там чуть-чуть потратить на одной волне, на другой ничего не тратить вовсе. То есть, я имею в виду. Так, а так, бронированные жуки. Вот, могут быть проблемы с дальностью атаки, потому что мне реально приходится вплотную подходить к врагам некоторым. Я много времени просто не атакую. Но против толп мелочи, конечно, мы прям вообще будем хорошо себя чувствовать. Против быстрых, больших мобов надо будет... Ну, посложнее. Больше скорости бега хочется, так или иначе. Было бы больше контроля, проще было бы сокращать дистанцию, разрывать ее. Все-таки скорость бега здесь тоже очень важный параметр, как, блин, и практически все остальное тоже. Так или иначе, не надо сказать, что какой-то параметр беспарит, просто он тебе. Как же забеги, ты выбираешь параметр, которым ты можешь пожертвовать. Как правило. Ох, вот это хорошо, 6 мили просто так. Три брони. Вот это мне дает целую тонну материала, который я могу куда-то еще в другое место потратить, в принципе. Что тоже неплохо. Так-то. Но три брони это прям дофига. Я ее покупать буду гораздо дороже, мне кажется. Кража жизни за стихийный. Стихийный у нас достаточно, на самом деле, могли бы пожертвовать. Ну, блин, у тебя три храпающие, тоже за это платить надо. Жаба душит. Можно на расходнике забить болт, а когда инопланетного червя взять себе? Давайте, наверное, да. Пожертвуем этим статом в этот раз. Удачи мне, мы не будем особо качать, получается. Пламенный кастет. Вот тоже оружие, которое мили и огонь. Такие оружия гибридного типа, которые тебе труднее раскачать оба стата, как в Скалле я говорил про шута недавно, они должны иметь хорошую прям базу в обоих статах, чтобы тебе с этого был профит. Либо это оружие, которое играешь, вариант у тебя сыграть через один из этих статов, ты только его качаешь. Ну, тогда они должны быть примерно на уровне. То есть, оно на уровне должно быть при прокачке одного стата на уровне с другими оружиями. Как-то так. Так, все-таки роллим. Дерево. Сундуки с них будут редко падать. Фрукты меня не интересуют. Давайте вот это возьму. О, испуганная колбаса, это же вообще имбища для меня. Атаки шансы могут поджечь. Вот я бы хотел через нее делать забег тоже какой-нибудь. Вау. Волшебный глист. Лист. Лист. Волшебный глист. Я просто увидел гринт, хотел сказать лист гринт, и в итоге немножечко к кому-то другому получилось. Волшебный глист, это конечно очень интересное. Хорошая картошечка, да? Свежая. Так, у нас здесь 5 хп можно купить еще, да? Считайте 2 хп и минус 1 регена сделать. Что-то так себе звучит. Я беру себе волшебного глиста. Как это теперь там разведите просто, я не знаю. Это можно было взять, потому что немного материала, но все-таки нет. Хотя могли бы на самом деле с этим бегать тоже. Не-не-не. Так, девятая волна, погнали. У нас с ней не должно быть проблем, я думаю. Этот предмет очень хорошо в тему заходит. Это каждую волну, считайте, по 39 материалов для другого забега было бы. И плюс еще, мол, он мне как раз-таки вопрос с регеном решит. Он мне сейчас попался на весьма себе раннем этапе. Через 3 волны я, в принципе, тоже бы его купил, а вот через 5 уже сомневался бы. Мне кажется. Блин, а кстати говоря, материалы у меня по сути не то, что сильно нужно собер... А, нет, стоп, нужно. У меня же они часть перерабатывают. Да, точно. Что-то я про это забываю. И тогда, стоп, тогда же мне получается, не надо сливать все материалы как раз-таки. Нареролы. Если они копятся, то они на следующей волне конвертанутся. Плюс еще для меня это опыт. А опыт это левелапы. Левелапы это и хп, и статы другие тоже. Блин, а вот сейчас трудно собрать эти деньги, у меня мало хп очень, и я не могу туда прорваться. Скорость бега тоже не позволяет здесь пробиться. Кундучок. Э, немножечко не хватило. 59 здоровья резко стало с 30 с копейками, ну что-то такое было. Так, это на халяву, в принципе, вот давай. 6% уклонения. Давайте ролям что-нибудь еще поищем. 15% удачи. Не то, что я еще. Ладно, давай скорость. Я жалову, что скорость не хватает, да, говорил. Уклонения тоже давай. Это мне не надо. Мастерство можно. Это даст много мили урона. Опять же, у меня основное стихийное. Но все равно это прям дофига. 3 регена минус кара жизни за 2 хп. Давай. Хоть у меня реген хачается и вся остальная тоже. О, силовой кастет. Шанс 25% взорваться при попадании. О, я сказал, потому что я просто его редко видел. Не помню, когда я его онлокнул. По-моему, я его встречал в прошлой серии, мне кажется. Я бы хотел с ним поиграть просто. У меня тоже мысленный этот счет есть. Но не сейчас. Соответственно, сейчас он не подходит нам совершенно. Туралька мне не нужна. Хотя, написано огненный урон, но скейл чисто от инженерии. То есть, он не то самое. Со стихийный никак не коннектится. Я так понимаю. Поэтому мне не подходит. Не должен подходить, теоретически, по крайней мере. Ладно, погнали дальше. Что касаемо борота, так, кстати говоря, как игры. У меня впечатление относительно ее, ну, просто исключительно положительное. По-моему, это около идеальная игра в своем жанре. Я ни до чего толком докопаться не могу. Мне даже в голову сразу не придет, какие я могу минусы выделить. Потому что здесь приятный порог вхождения. Тебе... Она не требует, ты заходишь в игру и сразу играешь. Смена там не перечитать тонну информации и так далее. При этом вся информация, которая тебе нужна, она дана в игре. Понятными описаниями. Все, что нужно, тебе выведено. Но информацией ты не перегружаешься. Все описания у статов тоже здесь показаны. Тебе не надо лезть на вики, чтобы это все узнавать. Вначале тебе, соответственно, дается сбалансированный персонаж. Там более такие классические. Тебя знакомят с основными механиками игры, получается. Все такое. А потом ты пробуешь каждый раз что-то более такое... Не более... Просто каждый раз что-то интересное пробуешь. Прошел игру, повышается угроза. При этом скачки сложности такие, они чувствуются, но они не запредельные. Игра постепенно приходит к своему, знаете, такому вот сбалансированному, конкретно такому вот... Нужному виду, в виде пятой угрозы. Усложнения при этом это не только статовые. У тебя появляются и новые враги, и элитки, орды, два босса. В принципе, весело. Тоже. Здесь большое разнообразие предметов и оружий. Четыре регена, блин, есть. 45 дальность. Нет, давайте дальность все. Хорошую игнорировать. 12% курона тоже возьмем, хотя бы было стихийное, может быть, стоило его взять. Хотя, опять же, мне тоже процент курона надо качать. Это ролл. Так, это мы берем. Ролл еще. Это не хочу. Волшебной палочки нет. Да, еще один ролл сделаем, и все. Еще одна электрозаточка. Хорошо. Фул электрозаточки. Погнали дальше. Так, это 11-я волна, это элитка так-то. Вот с ней, кстати, могут быть проблемы некоторые. Хотя, яйца мы быстро косим, но мне к ней подойти будет тяжело. Так, 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 так. В плане не сработало хорошо. Пусть объем потихонечку, в принципе. Приходится отходить от ее выстрелов, конечно, когда между ними особенно нет вот такого окна. Большого. Так, она бегает снова, она призывает всяких существ. Сейчас опять будет стрелять скоро. Наверное. Да. Так, время в принципе еще есть, должны снести. Если выбьем хорошую, хороший красный предмет, то будет очень круто. Если бы что-то на меня выпало, то будет вообще замечательно. Шанс на это, в принципе, большой весьма, потому что опять же, пулы здесь подкручены тоже. Под себя. И вот это, кстати, тоже такой хороший очень момент в братата, что нужные предметы, они встречаются с тебе чуть чаще, чем остальные. Это чувствуется, но при этом и не сломано. Ты можешь все равно сделать на что-то другое еще. Шанс 100% сразу признуть материал. Замечательно. Я не против. 10 к удаче, минус 2% урона. Давай, пускай будет немножечко удачи. Стихийный урон. Давай стихийный урон возьмем. Вместо брони. Так, урон при пробивании. Бонус. У нас не пробивание, у нас отскоки. Я думаю, что это не будет работать. Это можно взять. Это, в принципе, тоже можно взять. Хотя надо ли мне 24 урона тычкой. 50% на фантмиле скейла у меня много стихийного. За 7, по-моему, не стоит того. У меня много здоровья, кстати говоря, накопилось ресурса. Можно сказать. Давай 10% в корону возьмем. Еще ролл. Стремная пища. Мастерство еще одно. Дальность для крит-удара. Скорость атаки. В принципе, криты-то срабатывают тоже. Минус 2 регена заберет. А давай возьмем. И это тоже. Все, поехали. Тут большое разнообразие предметов и оружия. И что очень круто, здесь нет, по-моему, ни одного предмета и ни одного оружия, которое я бы сказал, что это однозначно всегда имба и однозначно всегда говно. Опять же, ребят, с учетом того, что ты берешься за деньги. Не каждый красный… Там есть прекрасные предметы, которые без минусов основы. Ну и белые предметы и так далее. Есть предметы, которые без минуса в принципе. Есть что-то сильнее, есть что-то слабее, есть что-то приоритетнее, есть что-то менее приоритетное. Но все утыкается в то, что это материалы В зависимости от этапа, на котором ты это встречаешь И в прочий контекст То есть даже, например, стрёмная страшная пища Вот эта вот странная Каждый раз праздно называю Она очень большой баф тебе дает по еде Потому что она просто ее почти в два раза сразу же бафает, да? Но в то же время есть моменты, когда ты можешь ей пожертвовать Или когда тебе это просто не нужно Хотя это один из, как правило, наиболее однозначных положительных предметов для меня То же самое про другие предметы Есть предмет, который, например, даст тебе всех статов, да? Какой-нибудь Приятный весьма себе Но с учетом того, сколько он стоит Не всегда он тебе бывает Того стоит, собственно, не хочется тебе его брать Бывает Так, стоит мне брать 10% скорости Минус 2 стихийки Перекачивание статов Но статы полезные Дает мне Потому что я возьму это себе Я думаю, что мне стихийки пока же достаточно Да что, разгролим 3 регена Ладно, давай, пускай будет Эта штучка мне по 1 регенерации все-таки добавляет Не то, что прям так уж много Краж жизни что-то медлено вообще качается Хотя не так много с ней волну прошел так Так, объединим кинжал У нас внутри раза теперь отскакивает База повышается Скил такой же Быстрее бьет Окей А это уже того совсем не стоит как-то Это, в принципе, 2 регена Минус 1 взят расходников Они у меня и так уже практически в 0 Они уже не будут лечить Вот это, конечно, прям мега-стонгс, да? Плюс 3 хп За 3 хп и минус 1% урона Просто минус 1% урона на халяву Держи, спасибо, не буду Скипетр Я думаю, что мне не нужен Он Окупать себе будет целую тонну времени Тем более сейчас уже Ролл Бородатый ребенок Не подходит тоже Еще один ролл сделаем Последний Электрозаточку нашли Хорошо Пламенный кастет Вот тоже, кстати, говорю Рукопашное, стихийное Блин, а так-то подходит Стихийку дает Точного не дает, конечно Оно огненный урон наносит Неплохой весьма То есть это у нас 47 на 2 От сколько еще, да? То есть 47 на 3 выходит Здесь у нас 53 на На 6, но в одну цель И бьет быстро, кстати Ну что, давайте я, наверное, себе Кулак-клак-то тоже возьму Я хоть хотел с 6 заточками побегать, да Но я не напасусь Столько забега, чтобы побегать совсем Мне хочется и с кулаком тоже Как-то он прикольно Так выглядит сейчас у меня вполне Что мне кажется Здесь вообще гениальная И хороший баланс И гениальный подход такой Что ты вот В балансе штата Каждый забег у тебя такой Более-менее вдумчивый уходит При этом ты можешь играть Как, знаете Больше анализировать игру Можешь больше упоролз Какие-то такие детали игры Там, не знаю, там Всякие моменты По механикам Нюансы Какие-то такие особенности мелкие Как можешь с этим не париться И просто играть И наслаждаться этим Контента в игре В плане персонажей Разнообразие достаточно При этом Монстры, которые здесь встречаются Они мне до сих пор не надоели Они не ощущаются Что типа это все одно и то же Потому что у тебя персонаж Очень сильно меняет все Я бы не отказался бы От еще, например, какой-то аренки Да, и еще какого-то варианта Например, мобов Другой какой-то режим, например, да Который тоже отдельно бы Каждый персонаж Можно было бы закрыть Например Ну, допустим Пускай он там Анлок не будет тебе делать Но при желании Чтобы можно было Можно было поиграть еще Например, с другими тем самым Но даже не знаю Насколько это прям Необходимо игре То есть это Это просто моя небольшая хотелка Например, была бы Так, это при уклонении Шант наносит урон У меня уклонение маловато Не хочу Магия пришельца 10 хп Это считается даст Мне За 2 хп даст 3 регена И минус 8 удачи Еще Что-то так Все под вопросиком большим Так, давайте объединим Это купим, собственно Краж жизни Давай докупим себе тоже Ролл Двустволка Нахрен К скорости За скорость Точнее урон В принципе подходит Отлично Идем дальше То есть я прям Докопаться у этой игре Ни до чего не могу Ни до контента Ни до того Как он здесь реализован То есть в своем жанре Она прям Околоидеальная Как по мне Каждый персонаж интересен Если тебе нравится Такой подход Собственно Ты можешь как Здесь и как порог Сложности Он такой типа Сложности Она идеально забалансирована По мне То что тут есть Персонажи проще Есть сложнее Каждого Персонажа В принципе Средний игрок Как по мне Может закрыть На максимальной сложности Если он будет стараться Вот там Будет там Много попыток делать Он закроет Любого персонажа Тоже Эффект рандома Здесь тоже влияет Скажем так Да Но не является Решающим фактором Чисто Тебе Каждого персонажа Надо понять Что у него Какой приоритет За каждого перца Причем еще Как правило Тебе дает Несколько вариантов игры Ну я прям Не знаю Вот Как по мне На своем жанре Околоидеальная Я прям вообще Не до чего докопаться Не смогу Даже при желании Мне кажется При этом Здесь и Процесс Такой знаете Вполне себе И скил требует Какой-то определенный Тебе нужно И уклоняться Где-то стараться Кольцом Счителем поздновато Не хочу уже брать Эту перчатку Принц можно еще Сколько нам бьет Тристо Ох Ни хрена себе Что-то Она как-то Относительно Заточек-то Сильно Отстает Даже потому что На шот Это нова Например Да И весь урон Он выходит Как бы 60 на 6 Но какого Моба Надо 95 Плюс еще 360 урона Да никому Не нужно Вот поэтому Перчатка Сейчас слабенькая Кажется Мне кажется Из-за этого Именно Ладно Давайте Объединю Это я куплю Тоже Надеюсь Что мы найдем Еще синюю перчатку Сделаем себе Красную Нашли Сразу же Как по заказу Хорош Тогда электрозаточка Теперь ищем снова Уклонение В неподвижности Хочу ли я Не подвигаться Стоит на месте Не уверен Свиняя Копилка Кстати Давай Поздновато Конечно Но я думаю Даже так Она себя Купит Я куплю Без каких-то Проблем Пойду Дальше Как-то так У меня Насчет мысли Насчет игры Касаемо Что с игрой Будет дальше Во-первых На игру Существуют Моды Которые Я знаю Что они Вроде Как существовали Еще до появления Мастерской Мода В стиме На эту игру Да Сейчас они Соответственно Какие-то моды Переносится туда Но вроде как Не перенесены Далеко не все Планов У меня Ребят Записывать Модом Пока что По крайней мере Нет Хотя Догадываюсь Что там Наверняка Есть Восьми Весьма Себе Интересные Персонажи Хотя Я сильно Не уверен Что там Будет Все сбалансировано Так хорошо Как у нас Сбалансировано В игре Например Хотя Кто его знает Загадывается Сейчас так Я понял Что мне Не так Много Регена Но В целом Мы толпу Выносим Я бы Заточки Все-таки Себе Хотел Взять Еще Гасим Гасим По полной Программе Много Материала Нады Были Прямо Души Просто Жесть 772 Так 9 хп 132 Хп Можно 30 хп Потратить Сейчас При желании Броня Инженерия Не буду Даже Брать Так Давай Скорстаки Возьмем Рогатка Отталкиваем Слоненых Глаза Глаза В принципе Можно Но Нужно Ли Да Давай Пускай Будут Да И даже За демона Например Я могу Играть Как От Даже От Электрозаточки Например Который Хотя Казалось Бы Как 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 Ты можешь За 52 Пардон За 51 Даже Нет Стопы Сколько У нас на 13 Курс Или Сколько 13 Курс Да За 52 Тогда Но Я Воспринимаю Это Именно Как 4 ХП Доска Тоже Вот Она Как Бы Стихий И Так Далее Но Она Именно Подразумует То Что Ты Можешь Ее Качать Через Любой Из Цветов А Электрозаточка Она Не Будет Часть Носить Больше Урона Зачет Может Электрозаточка Можно Вообще Медленно Качать Реально Электрозаточка Нашли Беринку Хорош Еще Ролл Сделаем Один Это Давай И Блин Еще Один Кламенный Кастет Ладно Давай Пускай Будет Красненький У него Что Меняется У него Быстрее Атака Шанс Крита Тот Ж Выше Базовый Урон В два Раза Кстати Ну и Сильнее Стихийный Удар Еще У него Больше Тиков Идет По Огню Но Он Должен Быть По Боссу Сильно Надо На Боссе Сравнить Урон Касаемо Того Что Будет Дальше Продат У меня Были Разные Мысли На этот Счет Они У меня До сих пор Я колеблюсь В этом Плани Изначально Я не Планировал Делать Второй Круг По Персонажам Потому Что Это Будет Далеко Не Так Интересно Потом У меня Все Так Как То Есть Желание Некоторых Персонажей Еще Попробовать Что Раскрыть Такое И В итоге Я Сейчас Думал Я У меня Была Мысль Закрыть Всех Персонажей Отдельно Пока Персонаж На Серийку Но Именно До Победного Топить Персонажей Скажем Тогда Пока Не Выиграю И При Этому Делаться Это Дополнительно Видео То Не Отдельный День На Это Выделять Потому Что Так Было Слишком Наверное Перебор Затягиваю Затягиваю Спартаты Это Было Бо Далеко Не Всем Интересно Что Понимаю Что В втором Кругу Интерес Может Сразу Упасть Поэтому Сейчас Такая Мысль Есть Что Я Отберу Несколько Каких Персонажей Которых Я Либо Не Реализовала Либо Которые Мне Хочется Поиграть Либо Которые Мне Кажется Будет Интересно Сделать Серию Через Что Мне Хотелось Бы Сыграть И За Них Собственно Я Закрою Пятую Угрозу А дальше Будет Видно За Остальных За Большинство Все Таки Скорее Не Буду На запись Это Делаться Это Будет Далеко Не Интересно И Для меня Это Так Или Большая Нагрузка Потому Что Это Я Планирую Именно Что Два Дополнительных Видео Будет Неделя Которые Просто Будет Выходить Вечером В среду И воскресенье Будет Независимо От того Какое Основное Видео На канале Будет Выходить Терри Побратата Она Будет Как Небольшая На Полчаса Так Может И Побольше Как Пойдет Персон Но Скорее Будет В пределах Минут 40 Развешивая Другие Прочие Факторы Для Канала Для Для Меня Как я Вижу Это Со стороны Автора Именно И так Далее Тентакли В принципе Подхиливать Будет Закриты Закритические Килы Будет Работать Наверное Странного Призрака Не хочу Что-то Как-то Рисковать Сейчас Так У нас Элитка Вот Смотрим Например Сейчас У меня Кулак 4 230 Красненький Электрозаточка Бьет В 2-3 Раза Больше Из Того Же Цвета Хотя Этот 4 230 Это 5000 Ну Короче Или Так Или Иначе У него Побольше Урона Все Все Равно А вот Час На Боссе Давайте Посмотрим Дождь На Распользовать Колбасу Вместе С Огненной Палочкой Ну Порвали Короче Прям Щепки Вообще На Изи Окей Я Доволен Тут Опять же Это тоже Тебе Надо Найти Колбасу И Найти Ждата Побольше Чтоб Все Так Сложилось Вряд ли Будут Селенаправленно Это Прям Делать Так Знаете Как В скале Тоже Най Найти Вовремя Бывает Какой Череп Очень Тяжело Так Я там Сундук Себе Оставил Если Мне Потребуется Хильнуться Резко Бринз Эта Вот Штучка Которая Притягивает Тебе Все Так Комфортно Играть Потому Что Тебе Не надо Еще Собирать Ты Просто Бегай Как тебе Удобнее И Все Абсолютно Иногда Это Причем Даже Этот Предмет Иногда Может Быть В минут Потому Что Иногда Хочешь Оставить Побольше Материала Что Потом Подобрать Чтобы За Него Например Хильнуться Или Ударить Врагов Если Есть Предметы Которые Прокуются От Этого Волшебный Глист Еще Один Нет Смысл Врать Копейку Он Стоит Пускай Будет Три Стихийного Урона Возьмем Себе Острый Соус Не Надо Опять Женю Радио Взрыва Маленький Весьма Себе Это Еще Одна 15 ХП Восстановила Между прочим Завал Ну так Нормально Для одного Примета Огонь Поджигает Большего Врага Вот Белый Примет Стеря Который Для Для Таких Стихийных Должен В теории Очень Мощным Смотрим Урон 12800 Электро Раздочки 20000 Почти Здесь 23484 Она Все равно Дамажит Гораздо Больше Чем Пламенный Костец Что Она Как-то До Цель Какое Умни Ощущение Это Я возьму Себе Но Стихийное Оружие Мне Вот Тоже Оно Как Инженере Мне Оно Очень Нравится Просто На него Редко Как-то Выпадает Возможность Сыграть Оно Для Меня Вот Стоит Как-то Отдельно Хоть У тебя Идет Ближний Бой Дальний Бой И Стихийный Как Из Основного Стата Множителя Инженере Все Влияет Там Процент Курм И Так Далее Но Стихийка Для Меня Воспринимается Как-то Все Не Как Эти Два Стата В Общем Так Что Ребят Я думаю Что Братат У нас Еще Какое Тремя Выходит Если Будет Какие Обновления Выходить Там Будет Полноценная Серия По Два Персонажа В Серии И Соответственно Вместо Такого Другого Виде На Канале А так По Одному Персонажу В серийке До Победного Два Раза В неделю В идеале Если У меня Будет Так Получаться Но Не Всех Персонажей Героятнее Все Потому Что Я Плюс Для Меня Это Будет Тяжело Потому Что У меня Сейчас Еще Опять Живая Своенкомат Начинается И Это Прям Полная Задница Сколько Много Времени Может Отнимать Сколько Сил Еще Больше Со Стационаром И Так Далее Поэтому Я Покупаем Себе Я Могу Уже Больше Чего Покупать На самом Просто Как У меня Будет Расти Дальше И Хрен С Ним Принцип Но Пускай Так Это Мы Уже Никак Не Объединим Ракета Давай Поехали Дальше Девна Ставала Было Круто Если Я Еще Знаете Хотел В идеале Было По Красоте Закрывать Тех Персонаж За Которых Я Буду Играть Еще Убивая Всех Элит Убивая Всех Боссов Которые У меня Предлагаются Но Такое Далеко Не факт Что Получится И Жертвовать Забегом В пользу Чисто Пару Урон Каждый Раз Надежда Получится Нанести Всех Элит Боссов Я Все Не Буду А Типа Если Не Хватило Урона Че Теперь Забег При Старте Что Ли Такое Себе Тоже Поэтому Это Было Красиво Но Такой Цель У меня Все Таки Я Все Таки Себе Ставит А По Персонажам Я Б Хотел Поиграть Есть Определенно Так Небольшой Список Сейчас В конце Посмотрим Вспомните Персонажи Есть А И Соответственно Ребята Персонажа Этих Играть За Них В Режим Бесконечном Да А Там Уже Куда Зайдет То Что-то новенького У нас Тоже Будет Мне Писали Что Объясняли Что У нас Стат Удача Но Постепенно Начинает Меньше Влиять То Есть С Волнами Что Мол Она Эффективность Свою Меньше Дает На Предмет На Редкость Всякую Не знаю Так Это Или Нет Честно Говоря Потому Что Здесь На На 10% На На Чаще Предметы Расходники Привист Врагов Также Повышает Редкость Предметов В магазине Уровневых Улучшений Но Мне писали Что Вот Именно Что С Волнами Она Скажем Так Свою Эффективность На Ее Падает Потихонечку Все же 20% Скоростаки Берем Себе Так Ближний Бой 8 3 Ближнего Боя За 3 ХП Минус 15 Дальности Под Вопросиком Поскольку Для Меня Вот Этот Стат Как Б Поскольку Здесь Цена Не Материала А Здесь Идет Именно Что Констант У меня Как Везде Где Идет ХП Оно Просто Снижает Стоимость Предмета И За Сниженную Стоимость Но Все За Деньги Я 3 Ближнего Боя Минус 15 Сейчас Брать Не Особо Хочу Это 3 ХП На Халяву Плюс Скорости Врагов Ничего Не Особо Хочется Читаешь Не Процент Урон Тоже На Них Действует Каждый 3 Секунды 6 Глаз Вылетает Но Так Выдают Урон Тоже Достойно Весьма Глаз Еще Роль Нем 2 Регена Давай 2 Регена Просто Восьмем Селена Халяву 20 Волна Можно Роли До Конца О Кастет Хорош Берем Рол Еще Странный Призрак Под Конец Да Он Просто Тебя Так Давай Возьмем Себе Вот Это Турель Не Будем Рол Еще Пламен Кастет Не Надо Уже Ничего Не Надо Это Можно Себе Краж Жизни Урон 10 Кп Один К Инженер Закажет Стихийный Урон Ни Хрена Себе Сколько Дает Стата Но У Мне Нет На Инженер Ничего Буквально По Моему Поехали Боссы Главное Мне Не забыть Ребят Поставить В следующий Раз Бесконечный Режим И Сюда И Соответственно Ребят Перед тем Как Пойти Туда Я Умлокну Все Предметы За Оставшиеся Персонажи То есть Те 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 Я За Них Тоже Анно На Предметы И Мы Будем Уже С Фул Пул Соответственно Бегать Опять же Ребят Можете Свою мысль Касан Персонажи Которых Вы Например Хотели Увидеть Что Такое Попробовать Что Я Не Проволок Что Реально Того Стоит Но Не Нужно Огромным Списком Это Перечислять Там Десяток Персонажи Условно Говоря Потому Что Красиво Получилась Серия Два Забега Опять же Уникальных По своему Два Закрытия Персонажи Оба персонажа Касались Очень сильными Впервые Поиграли Через Стихийные Электрозаточки Впервые Поиграли Через Мещи Вот эти Средневековые Уничтожитель Это Тяжелое Оружие Тысячи Процентов Скил От Рэнджа 250 Базовый Урон Критический Х2 В основе 2.24 Это Пробивание 99 То есть Это Просто Уничтожитель Это Пушка Которая Просто Выжечь Лазером Линию Мобу Все Окей Вот Такой Утанлок Я бы Хотел Точно Сыграть Задручуна Потому Что У нас Есть Разные Кулаки Именно Что В первую Чуть Через Кулаки И Стихийный Кастет Есть А есть Силовой Вот И Есть Обычные Кулаки Еще Вот Я бы Хотел За С Этим За Него Поиграть Дальше За Стрелка За Психа За Сбалансир Все Обычные Забеги Были бы Маг Толстяк Тоже Самое За Старика Возможно У меня Была Мысль Через Инженерию С Маленькой Картой Побегать Не Знаю Пока Что С Палок Но 12 Это Вкуснее Правда Опять же Они будут Низко Уровня У тебя Все Это Было Бы Весело Дальше Кем Я Еще Хотел Сыграть Ловкач Хотел Через Копья Мы так Бегали Но Бегали Мы так Мало Я бы Хотел Это Больше Раскрыть Там Есть Некоторые Нюансы Которые Мне Весьма Любопытны Например То Что Когда Ты Бежишь В стенку Ты Ты Все Бежишь Но Если Бежишь В стенку И В сторону Ты Бежишь Медленнее Чем Если Бежишь Просто В сторону У тебя Перс Получается Замедляется Но При этом Ты Перемещаешься Вдоль Стенки В этот Момент Например Я За кадром Заметил Мне Это Любопытно Показалось Дальше Кто Еще У нас Торговец Оружием Возможно Стример Тоже Возможно Не Знаю Пока Насчет Ник Джек Ильич Тоже Под Вопросом Может Джек Ближе Даже Кстати Горе Не Знаю Однорукого Я бы Точно Хотел Сыграть Еще БК Мы В принципе Как Он Ничего Нам Новенького Не Покажет То Он Единичный Играет Так Как Сыграл Родок Он Так Играет Собственно За Солдатом Может Быть Не Знаю Точно Может Еще Кого Забыл Кем Я Хотел Точно Сыграть А Дальше Будет Видно Не Исключаю Ребят Что Могут Быть Моды Однажды Но Пока Что Не Обещаю В Том Числе Вот Румят Как То Так Может Писать В Заремесленника Например Можно Поиграть Спокойно Через Затвертки Да Но Он У Меня Закрыт Как То Не Знаю Даже Это Немножко Неудовлетение Такое Будет Или Через Что Погодите Я При релизе В игры Добавляется Какой-то Такой Контент Который Вот Соответственно Добавляет Условно Какой-то Добавляет Для Игрного Прохождения Для Рогаликов Например Там Добавляют Завершающую Главу В Братата Я Не Знаю Что Могут Добавить Но Персонажи Я думаю Однозначно Могли бы Добавить Вторую Карту Чтобы Ты Полноценно Вернулся В И Реально Пачечку Новых Монстров Но При этом Анлок Не делается При этом Еще Очень Классно У тебя Есть Анлок В этой Игре За Нулевую Угрозу Без Угрозы Что Ты Мог Все Открыть Если Тебе Не Хочется Играть На Более Сложную Но При Этом Есть Визуальный Индикатор Того Что Ты На Какой Угрозе Какого Персонаж Закрыл Может Было Прикольно Кому Например Чтобы В стиме Была Ачивка За Закрытие Всех Персонажей Хотя Бо На Белой Сложности Чтобы Красиво Себе В профиль Поставить Такого По Угрозу Там Нет Просто Так Я Трех Персонаж Закрою Оставшись Примет Открою И Будет Еще У нас Братата Время От Времени На этом Сегодня Ребят Все Всем Спасибо За Просмотр С вами Всем Как Создай Подписан На Канал Я Буду Очень Рад Старайтесь Потрى Будет Приятно Вступать На Сервис Скоро Десять Общаться На Сиграем Что Для Всего Но Я Желаю Всем 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 Пока Пока